В школе-интернат номер 7 живут дети от 7 до 17 лет. Все они разные, поэтому интересы и потребности в них тоже отличаются. Мальчишки быстро изнашивают обувь, девчонки будут рады обновкам из одежды. Спортивный инвентарь также быстро приходит в негодность. Всегда актуальны строительные материалы – краски, кисти, шпатели. Я бы хотела, чтобы у нас сделали ремонт в комнатах, чтобы краска не облетала, чтобы мальчики не ломали ничего. И телевизор, чтобы был у нас нормальный день. Я бы хотела, чтобы нас в лагерь собрали хорошо, и чтобы у нас в какой-нибудь такой лагерь, типа как юбилейный, либо галактику в лагерь повезли нас. Путевки в загородные лагеря выдает Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Но ребята хотели бы летом чаще выбираться на природу. Опыт есть. Это пятидневные заезды в палаточный лагерь спортивного клуба «Комбат». У нас очень старые и некачественные уже палатки. То есть одна буквально на выброс. Если вот из спортивно-туристического оборудования хотелось бы, допустим, если такая возможность будет, палатку, хотелось бы спальных мешков хотя бы некоторое количество, туристические коврики. Зданию, в котором сейчас располагается интернат, почти 50 лет. Ремонт требуется почти всегда. Устарело оборудование в музыкальной комнате. В класс нужен телевизор и центр с функцией караоке. Одежду, обувь, спортивный инвентарь, строительные материалы и любую другую помощь всегда рады принять по адресу. 98-й квартал, дом 3. Елена Токмина, Евгения Шельникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.